Это второе видео из курса английской грамматики Grammar Show. К этому видео есть тест, а также одно бесплатное занятие в нашей школе английского языка English Show. Ссылки в описании. Теперь, дорогие друзья, поговорим с вами о множественном числе. Но сначала, конечно же, новые слова. И эти новые слова будут идти сразу с прилагательными. Так вам будет легче запоминать, поверьте. Всё это сделано не просто так. Поехали, новые слова. A brush, a big brush. It's a big brush. Brush, это щётка. Big brush, это, соответственно, большая щётка. A bench, скамейка. A big bench. It's a big bench. Это большая скамейка. A child, ребёнок. A cheerful child, радостный ребёнок. It's a cheerful child. Это радостный ребёнок. A dress. Платье. A dark dress. Тёмное платье. It's a dark dress. Это тёмное платье. A sheep. Овца. A short sheep. Короткая, низкая овца. Я не знаю, как по-другому сказать. Звучит как обзывательство, низкая овца. It's a short sheep. Ну, то есть, понимаете, она низкая от земли, как бы. A glass. Стакан. A green glass. Зелёный стакан. It's a green glass. Это зелёный стакан. A page. Страница. A pink page. Розовая страница. It's a pink page. Это розовая страница. A goose. Гусь. A good goose. Такие бывают. Хороший гусь. A good goose. It's a good goose. Я всегда боялся гусей. Моя жена тоже, кстати, боится, потому что они так жутко шипели. Но речь сейчас не об этом. Речь сейчас о слове tooth. A tooth. Зуб. A tiny tooth. Малюсенький крошечный зуб. It's a tiny tooth. Это крошечный зуб. Итак, поехали. Говорим о множественном числе. Наверное, вы знаете, что множественное число по большей части в большинстве случаев образуется путем прибавления в конце буковки S. Boy. Boys. Все. A boy. Boys. Но есть случаи, и их шесть, когда нужно не S прибавить, а ES. Две буковки. ES, а не S. Это шесть окончаний, когда существительное оканчивается на букву S, на две буквы S, на окончание SH, CH, на буковку X и на буковку O. В этих случаях мы прибавляем не просто S, а ES. Посмотрите, как будет это реализовано в следующих примерах. Two buses. Two big buses. Мы прибавили и S, потому что слово BUS заканчивается на букву S. Two dresses. Two dark dresses. Два платья. Два темных платья. Слово dress заканчивается на две буквы S, то есть самое S, которое у Супермена на груди. Two brushes. Two big brushes. Две большие щетки. Слово brush заканчивается на S, H. Поэтому мы прибавляем и S. Two benches. Two big benches. Bench. Это, как мы сказали, скамейка, и оканчивается на CH. И поэтому прибавляем и S. Two boxes. Two big boxes. Две коробки. Две большие коробки. Слово коробка заканчивается на букву X. Поэтому мы прибавляем и S. И последнее. Two tomatoes. Two tiny tomatoes. Два крошечных помидора. Слово tomato, так же, как, например, и слово potato. Картошка. Оба они заканчиваются на букву O. И поэтому мы прибавляем не просто букву S, а окончание ES. С этим понятно. В большинстве случаев прибавляем S. В шести случаях, когда слово оканчивается на определенные буквы, прибавляем окончание ES. Но! Ряд существительных имеет особую форму множественного числа. То есть, они образуют множественное число нестандартным, необычным образом. Не путем прибавления S или ES. И вот некоторые из них. A child. Это один ребенок. Children. Дети. Не childs. Children. A man. Один мужчина. Man. Мужчины. Просто написание разное. Женщина. Women. Женщины. Как поется в следующей песне. But the women in the two black veils didn't bother to cry. Но две женщины в черных вуалях не уронили ни слезы. Мы видим слово women. Женщины. Следующее слово, такое нестандартное, это A tooth. Это один зуб. И teeth. Это зубы. A foot. Это нога, ступня. Туда, куда вы одеваете свой носок. A foot. А вот две ноги или еще больше, это feet. А не foots. Fit. Как, например, Фоксис поет в своей песне feet. Don't fail me now. Feet don't fail me now. Don't fail me now. Только не подведите меня, мои ноги. Feet. Ноги. Следующее слово нестандартное. A mouse. Это одна мышь. Mice. Это мыши. То есть несколько мышей. Следующие нестандартные слова. A ship. Это овца. Ship. Это овцы. То есть мы не прибавляем буковку S вообще. Если у вас пять овец, то это будет Five ship. Ten ship. Three ship. Следующее. A person. Это один человек. Но если вы видите на улице много людей, то это People. А не Persons. Хотя в разговорном они так говорят. Persons. Такое вы можете встретить. Но грамматически, если несколько людей больше, чем одного, это People. Следующий момент, который важен в отношении множественного числа, что в отличие от русского языка, дорогие друзья, в английском языке, если существительное становится, например, вдруг множественным, то прилагательное, которое стоит рядом с ним, от этого не меняется. Смотрите, как это звучит в русском. Хорошая машина. Хорошие машины. Мы поменяли и то, и то. Вот в английском такого нету. То есть существительное меняется на множественное, а вот прилагательное не меняется. Послушайте пару примеров. A fast car. Fast cars. Слово fast никак не поменялось. A tasty vegetable. Вкусный овощ. Tasty vegetables. Vegetables поменялось у овоща, а вот tasty, с ним ничего не случилось. A cheerful child. Радостный ребенок. Cheerful children. У нас child превратилось в children, детей стало много, но вот слово cheerful, радостный, оно никак не поменялось. И последнее. A gray mouse. Серая мышка. Gray mice. Слово gray никак не изменилось, непонятно то, что слово mouse превратилось в mice. Кстати, вот многие, я заметил, изучающихся, им сложнее всего вот это, с мышками запомнить почему-то. Mouse. A mouse. Одна мышь. Майс. Мыши. Вы только что посмотрели этот урок, и снизу вас ждет тест, где вы сможете закрепить знания и информацию, которую мы с вами только что прошли. А мы переходим к следующей теме нашего урока. Это личные местоимения и глагол to be. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok